Настоящий материал, информация, произведён и или распространён иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем. Привет, товарищи! Я Артемий Троицкий и вы смотрите 45-ю серию видеоэпопеи «Популярная советология». Надо сказать, что сегодняшняя серия, пожалуй, получила более всего заявок от вас. Не знаю почему, но на протяжении всего последнего времени, пока поп-совет вас радует в Ютьюбе и других источниках, всё время присылали заявки и просьбы рассказать о наркотиках в СССР, о наркомании в СССР, ну и всяких, значит, окрестных вещах. Ну вот, пожалуйста, по вашим заявкам. Итак, наркомания в СССР существует, можно сказать, с самого начала советского государства. То есть, вообще, начало 20-го века, нулевые годы, десятые годы, двадцатые годы были периодом удивительного расцвета употребления наркотиков на сначала территории Российской империи, потом на территории новообразованного СССР. И это отнюдь не ограничивалось только лишь всякими изысканными декадентами, поэтами, художниками, танцовщиками Серебряного века. Нет. Употребляли наркотики, а популярнейшими наркотиками тогда были морфий, кокаин, марихуана, а также опиум. И надо сказать, что это увлечение наркотиками распространялось отнюдь не только на утонченных декадентских поэтов, художников, танцовщиков Серебряного века. Популярные наркотики употребляли, ну, практически все, большинство слоев российского общества. Популярными наркотиками тогда были морфий, опиум, марихуана и кокаин. Было очень много наркоманов, то есть потребителей этих самых средств среди и бойцов Красной Армии, и среди бойцов Белой Армии. Ну, об офицерском составе я и не говорю. А также среди учащихся, в том числе детей и подростков, я был совершенно шокирован, когда прочел, что порядка 80 или даже 82% беспризорников советских в начале 20-х годов употребляли не что-нибудь, а кокаин. То есть кокаин тогда был более доступен, более того, он был дешевле, чем алкоголь, поскольку с алкоголем там еще шла какая-то борьба. С наркотиками никакой борьбы не шло, и, в общем-то, они распространялись в стране весьма и весьма свободно. Поступали они в основном по импорту. С одной стороны из Азии, из Японии и из Китая, с Дальнего Востока, с другой стороны из Европы, из Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши. И, в общем-то, были доступны даже вот этим самым безденежным уличным мальчишкам. В период НЭПа это все продолжалось, более того, увеличилось. Да, кстати говоря, это все отражено и в художественной литературе, причем весьма и весьма выразительно. Вспомните повесть Булгакова «Морфий», вспомните М. Агеев «Роман с кокаином». Надо сказать, что, в общем-то, главные действующие лица этих произведений – это, в общем-то, совсем молодые люди в «Романе с кокаином». Это, по-моему, где-то вообще, начиная с 15 лет, вот, у Булгакова тоже юные врачи. Да, кстати, и записки юного врача туда же можно, хотя и в меньшей степени отнести. В общем, популярное было времяпрепровождение к концу 20-х годов, однако, эта наркотическая лафа закончилась. Это было связано, во-первых, с тем, что угас довольно быстро НЭП, при котором как раз и всевозможные злачные места были открыты, там и бордели, и шалманы, и прочее, где наркотики свободно продавались. Ну, и вообще, мелкая свободная торговля была после НЭПа свернута, вот, к тому же, к тому же, упал железный занавес, то есть, все вот эти границы таможни и так далее стали значительно менее прозрачными, чем были в начале-середине 20-х годов. Соответственно, наркоимпорт в страну тоже очень существенно сократился. Поэтому в 30-е, 40-е, 50-е годы, в общем-то, как бы наркотическая вся тема залегла на дно. Нет ни литературных, ни статистических, никаких особых свидетельств того, что там происходило в эти десятилетия с наркотиками. Сами знаете, страна была занята совсем другими вещами. Сначала коллективизация, голодомор, индустриализация, потом Великая Отечественная война. В общем, о наркотиках снова начали говорить уже в 60-е годы, причем, я даже думаю, что скорее к концу 60-х годов. Обратили на это внимание и власти. Тоже в 1974 году было введено уголовное преследование за наркотики. Стали наркоманов отлавливать, стали их лечить. Но при этом боролись, опять же, скорее со следствием, нежели с причиной. То есть, не столько с наркоторговлей, сколько с бедными жертвами этих самых наркотиков. Какие наркотики употребляли уже в годы моей юности в Советском Союзе? Ну, во-первых, самым распространенным наркотиком была, естественно, трава. Трава, она же анаша, она же марихуана, она же конопля, он же план. В общем, тут много-много было синонимов. Но чуточку различались все эти, значит, конопляные производные. То есть, анаша это было, значит, или травка это было полегче, гашиш это было посильнее. Но, в принципе, в принципе, это все такие натуральные траверные наркотики, которые по существовавшей тогда классификации относились к легким наркотикам. Еще были средние, вот, ну и, наконец, тяжелые. Но это все началось несколько позже. Значит, я впервые столкнулся с употреблением этой самой травы, даже не в музыканской, не в какой-то такой хиповой молодежной среде, а скорее в такой околоуголовной среде, где, в общем, это было достаточно популярно. Второй частью наркопроблемы были наркотики, которые продавались официально, то есть, которые можно было получить в медицинских учреждениях, которые можно было получить в аптеках. Некоторые из них можно было купить только по рецепту от врача, и эти рецепты среди наркоманов очень ценились. Вот, но были и всякие лекарства, всякие таблеточки или колеса, как их еще в наркосреде называли, которые вообще можно было купить даже без рецепта. Конечно, это не были, как правило, готовые наркотики, с ними еще кое-что надо было сделать, то есть, их измельчали, их подвергали термической обработке и так далее. Значит, в основном две категории наркотиков было, это или успокаивающие, то есть, барбитураты, которые расслабляли, усыпляли и так далее, и люди таким образом кайфовали от этих самых барбитуратов, или, напротив, амфетамины, которые людей заводили всячески. Ну, самый известный тут наркотик из этого числа – это легендарный первитин, который даже солдатам давали, причем не только в советской армии, но и немецким, и финским и так далее, который повышает там и работоспособность, и, значит, настраивает мозг человека таким супер решительным образом, боевым, так сказать. Вот, эти наркотики тоже можно было получить через аптеки и медицинские учреждения. Ну, это были такие, скажем, штуки, как эфедрин, как салутан. В общем, тут масса была всяких возможностей. Да, все эти лекарства, как я уже сказал, их обрабатывали, скажем, самый популярный, наверное, в этом смысле аптечный наркотик, он назывался винт. Был винт, был еще какой-то джефф и так далее. В общем, люди умудрялись из абсолютно доступных таких, как бы полезных лечебных препаратов готовить хрен знает что. Значит, что еще, что еще тогда было? Ну, это уже, правда, несколько позже я с этим столкнулся. Это вот эти веселящие грибы, псилоцибины, но это было популярно конкретно в городе Ленинграде. Они туда ездили за этими грибами куда-то на Карельский перешейк, и потом их отваривали и получали всякие галлюциногенные варева. Такая примерно ситуация была в 70-е годы. С начала 80-х годов она очень серьезно усугубилась, и это было связано с началом войны в Афганистане. Когда началась эта война, то из Афганистана в Советский Союз, помимо некоторого количества грузов 200, еще начал поступать и наркогруз. То есть, Афганистан вообще славен своими маковыми плантациями, и оттуда попер в СССР героин в огромных количествах. Были в этом задействованы, естественно, советские вооруженные силы, и какие-то там были и коррупционные схемы, и дипломатические, черт его знает какие, не могу сказать. В том числе, я думаю, и артисты, которые ездили на Афганскую войну, помимо дубленок, везли из Афгана не только, значит, это, но и что-то гораздо более вредное, чем утепленная верхняя одежда. В общем, ситуация стала усугубляться многократно. То есть, если к концу 70-х годов приблизительно считалось, что количество наркозависимых в СССР это несколько десятков тысяч, то есть, если к началу 80-х годов количество наркозависимых в СССР было где-то несколько десятков тысяч, ну, по крайней мере, зарегистрированных, поставленных на учет, то к концу 80-х годов наркоманов в СССР было уже по приблизительным оценкам порядка полутора миллионов. То есть, можете себе представить разницу. Значит, ну, давайте расскажу, как это у нас принято, немного о личном опыте. Значит, я впервые попробовал наркотик в 1973 году. И это было в Праге, в Чехословакии. Значит, ну, как я уже рассказывал, наша семья до 68-го года, до весны 68-го года жила в Праге. Потом, значит, отозвали моих родителей в Москву и так далее. И вот пять лет спустя я по приглашению своих школьных друзей приехал на навестить их в Чехословакию. Они как раз были ребята хиповые, значит, два брата, оба музыканты. Ну, и, соответственно, там я попробовал наркотик под названием ЛСД. Надо сказать, что он был в Чехословакии абсолютно легальным. Он продавался в аптеке. Более того, он был чехословацкого производства. Это достаточно удивительно, но это факт. Ну, и надо сказать, что этот наркотик меня, конечно, сильно заинтриговал, поскольку ЛСД, как вы, возможно, знаете, это такой чистый галлюциноген, то есть просто начинаешь видеть какие-то странные вещи. Описывать не буду. Значит, в СССР этого наркотика не было вообще, не было и в помине, но все о нем слышали, все о нем читали, что это любимый наркотик американских и прочих хиппи и так далее. Я помню, что когда я из Праги вернулся, то одной из любимейших тем, значит, моих баек, которые я рассказывал своим друзьям и подругам, наряду там со всякой прочей иностранной жизнью, музыкой и так далее, были рассказы, значит, про ЛСД. В Москве не было ничего такого, достать было невозможно. Вот, что было, это я уже сказал. Кстати говоря, значит, колесами я никогда не закидывался, никогда этим делом не увлекался, никогда их не готовил. Вот, ничего об этом сказать не могу. Значит, кокаин. Кокаина тоже практически не было. Я его не видел, я его не пробовал ни в 70-е, ни в начале 80-х годов. Это была какая-то штука, о которой, опять же, все слышали, но очень-очень мало кто пробовал. Я впервые попробовал кокаин в 1988 году, уже когда меня стали отпускать на запад. Вот, оказался я в городе Амстердаме, а у меня тогда там жил, сейчас он уже давно переехал в Африку, такой психоделический гуру по имени Тони, Тони Вандервейн. И вот у него дома, у него дома были плантации, у него дома были лаборатории, там и прочее, и прочее. Очень был большой знаток по психоделической части. Вот у него я впервые попробовал кокаин, и тут же понял, что это не моя история. Почему не моя история? Потому что, ну, кайф от кокаина примерно такой же, как от хорошего алкоголя. То есть, ты становишься таким веселеньким, куражным, болтливым, вот, но стоит это безумных денег. То есть, то же самое можно получить, выпив какой-нибудь хороший непаленый водки или текилы или виски, вот, и заплатив за это, ну, примерно в 20, а то и 50 раз меньше. В общем, я понял сразу, что кокаин – это деньги на ветер, и больше к этому наркотику не возвращался. Значит, что касается до героина, который как раз вот пошел из Афганистана, то я вообще никогда к счастью. Ну, мне знающие люди тут же объяснили, что это такое, и чем это грозит. Вот, я понял, что героин – это смерть просто, вот, и никогда к нему не притрагивался. Вообще, надо сказать, что влияние наркотиков на, скажем, какую-то там подпольную, богемную, музыкантскую жизнь в СССР, я думаю, сильно преувеличено. Мы очень много пили. Пили все, там, я пил тормозную жидкость, но меня от нее тормозит, как пела группа «Аквариум» в лице Дюши Романова. Вот, так что алкоголя было просто «залейся», наркотиков, в общем-то, было мало. Единственный более или менее ходовой наркотик, наркотик, и то я лично не считаю его наркотиком. Вот это, вот, это трава. Значит, кстати, эту самую травку я уже впоследствии, когда у меня были всякие телепередачи, в 90-е, в нулевые годы, я был сторонником легализации травы, и у меня для этого были очень серьезные аргументы. По телевизору я выступал, даже с какими-то депутатами дискутировал и так далее. Вот, ну, основной аргумент такой, что водка на самом деле хуже, чем травка, и что если в России в год от 15 до 20 тысяч человек погибало в пьяной поножовщине, то если бы эти же самые дядьки и тетки, которых, значит, убили, зарезали после употребления водяры, вот если бы они бы курили бы план, вот, все они остались бы живы, поскольку трава, как известно, это наркотик расслабляющий, веселящий, абсолютно не агрессивный, соответственно, смертность от него, ну, на порядке ниже, чем от алкоголя, особенно если это какой-то паленый алкоголь. Да, и я стал, значит, вспоминать, и я вспомнил один-единственный случай вот на все 70-е, 80-е годы, когда кто-то из знакомых моих, так более или менее известных музыкантов погиб от употребления наркотиков, это сооснователь группы «Странные игры» ленинградской, такой Саша Давыдов, вот он вот в 84-м году действительно от передозировки, к сожалению, умер, и это единственный, единственный известный мне случай. Вообще говоря, отношение к наркоманам в советское время было совершенно не таким, каким оно стало позже, в 90-е годы. Не было никакой вот этой гламуризации наркотиков, особенно кокаина. То есть не считалось, что наркотики – это что-то престижное, это что-то веселое, это знак принадлежности к какой-то элите и так далее. К наркоманам, в отличие от пьяниц, относились как к больным, как к больным, вот, то есть, каким-то там сочувствием, с сожалением, и вообще наркомания была таким сугубо маргинальным явлением. И вот все то, что имеет место сейчас, а именно наркомания повальная, наркомания среди богатых, успешных и прочее, и прочее, все эти химические наркотики, экстази и так далее, олигархи на рейвах, это все уже дело 90-х годов, нулевых годов и так далее. А в СССР это все только-только начинало брезжить. Ну, вот, собственно, и все. Да, предвидеть всякие вопросы типа того, а сколько наркотики стоили, не могу вам сказать, сколько они стоили. Единственное, я помню, что трава, трава стоила, ну, примерно, приблизительно 1 рубль, 1 грамм. То есть, можно было купить пакетик травы где-то на 3-4 грамма за пятерку, за 5 рублей. Ну, хватало такого пакетика, смотря кому и смотря с какой интенсивностью. Вот, пожалуй, все, что я могу интересного рассказать о наркомании в СССР. Как мне кажется, эта проблема, в отличие от наркомании в последующей России, в общем-то, думаю, что эта проблема немного преувеличена. Спасибо за внимание. Это был Артемий Троицкий, 45-я серия популярной советологии. Поговорили мы немножко о наркоделах в СССР. Да, еще забыл сказать, что уголовное преследование, такое уже серьезное, за хранение и за употребление наркотиков, что, в общем-то, я считаю, было не очень справедливо, это все началось только в конце 80-х годов, 87-го. То есть, тогда и антиалкогольная кампания шла вовсю, ну, и решили и бедных наркож тоже привлечь. Все, ребят, спасибо, счастливо, и думаю, что следующая наша серия будет о вещах более веселых. Пока. Это был Артемий Троицкий, Популярная советология. 45-ю серию вы только что посмотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова